Валерий, мы представляем бизнес-школу РМА, там обучают музыкальных продюсеров, то есть будущих музыкальных продюсеров. Что бы вы посоветовали, может быть, какое-то напутствие? Ну, в первую очередь, я думаю, где-то как минимум три качества должны быть у музыкального продюсера. Первое – честность, второе – компетентность, третье – любовь к артисту и к музыке. Ну и вообще и четыре, и пять, и шесть. Но самое главное – вкус, наверное, потому что если речь идет о продюсировании, как о человеке, который создает и музыку, и контент, и вообще понимает, куда рулить артисту, это очень-очень тяжелая профессия. Это профессия, которая совмещает в себе и композитора, и поэта, или, по крайней мере, человека, который в этом очень хорошо разбирается. Если рассматривается продюсер как менеджер, как 90% наших продюсеров, то есть людей, которые называют в России себя продюсерами, то это менеджмент, это не продюсирование. И просто человек хорошо справляется с административными, ну, может быть, с бухгалтерскими обязанностями. Вот. Но в любом случае смотреть на шоу-бизнес ни в коем случае не стоит, как на что-то легкое. Это очень серьезный бизнес, это серьезное дело, и очень большая ответственность и перед артистом, и перед зрителями. А насколько вообще реально вот ребятам пробиться в большой шоу-бизнес? Ничуть не меньше, чем раньше, это очень, есть для этого большая вероятность. Для этого нужно быть просто талантливым, нужно или писать хорошую музыку, или петь хорошо, и продюсеры сами вас найдут. Друзья, поздравляю всех, всех с Новым годом, и желаю всем вдохновения, и пусть будет как можно больше хорошей музыки, хороших стихов и хороших артистов в нашей стране. Тогда наша жизнь будет немножко ярче и озвучена хорошей музыкой, и всем нам будет полегче и радостнее. Спасибо, Валерий. Спасибо. Спасибо. Спасибо.